Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «К истинному православию» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Послесловие. Цель написания этой книги, освещающей 24 темы, состоит в следующем. На основании непререкаемого абсолютного авторитета Библии увидеть, кто мы, «Какая наша вера и куда мы идем?» На эти вопросы получит полный ответ, будь то православный, католик, сектант или нехристианин. Эта книга есть подборка материалов по всем основным 24 темам, охватывающим жизнь человека от рождения до смерти и о том, как человеку спасти свою бессмертную душу. Ответ дается, невзирая на лица. «У людей ли я ныне ищу благоволения? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Послание Галатам, 1 глава, 10 стих. «Каждый человек должен, обязан взглянуть на себя, на свою жизнь хотя бы однажды с позиции Бога. Слово Божие!» В этих материалах и ответах на вопросах главный и абсолютный авторитет – Библия, потолкование святых отцов в Церкви. Ответы дополнительно подтверждаются канонами всеми вселенских и девяти поместных соборов, правилами святых отцов, трудами вселенских учителей Церкви Христовой и житиями святых. 1273 жития. «Самое ужасное то, что сбылись именно на нас слова Христа. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, и изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет в то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 1 по 4 стихи. «И слова апостола Павла, сказанные к духовным руководителям, епископам и пресвятерам. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стихи. «Жизнь человеку дана, чтобы через принятие в свое сердце Иисуса Христа преобразиться в его образ. Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Жизненные силы, здоровье, талант – все посвятить для любви к Богу, чтобы жить в Духе Святом, во всем покоряясь Его святой воле. Бог не может довольствоваться какой-то частью того, чем мы владеем. Он сделал для нас все, создал нас и мир, совсем необходимым для обитания в Нем. Послал Спасителя на землю, который отдал за нас всю жизнь. И от нас ждет только всего. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим сияясь первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобно ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, 2 глава, 36 по 40 стихии. Против самой важной заповеди дьявол направил самое главное усилие и произвел подмену. Скрыл Слово Божие. Но в человеке остались и силы, и энергии, и талант, и желание спастись. Но только другим. Превратным путем. Через видимые предметы, лица, чудеса. То, что происходит у нас в православии сегодня, есть полная подмина того, что открыл Бог через Слово Своё, начиная от паперти до алтаря, сину до патриархии. Всюду трусость и корысть. Корысть и трусость. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но, зная вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иное придет во имя Своё, и Его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Евангелие Таана, 5 глава, 39-44 стихи. Ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. Евангелие Таана, 12-43. Эта книга поможет желающему, хотя бы мысленно, вернуться к первоапостольской церкви и спросить себя со всей серьезностью, так ли мы верим. Честный человек даст только один ответ. Мы далеко ушли. Православные заблуждаются, может быть, ищи Бога и желая найти Его. Сегодня мало кому открыто, какая страшная подмена произошла, вере. И это случилось не сегодня. Постоянно говорят о том, как посланцы князя Владимира, придя в храм Софии в Константинополе, везойти, сказали потом о том князю своему, мы были как на небе. На каком небе могли быть в своем воображении слуги посланцы князя Владимира? Вряд ли кто из них что понял из того, что произносилось во время богослужения, на котором они присутствовали. Если они все были подданными некрещеного царя, то вряд ли они были крещеные. И потому их должны были вывести из богослужения после возгласа оглашенные языки. Мало вероятно, чтобы они знали греческий язык так хорошо, чтобы понять то, что и природные греки и сегодня не понимают. Как и русские богомольцы в своих русских храмах ничего не понимают исчитанного. И то, что поют на клирах и клиросах. Богослужения и там также непонятны. Но слуги были поражены блеском, огнями, торжественностью богослужения. То есть всего того, что уже так давно было у греков. И что потом перешло к нам. Это все во внешнем. Пышная византийщина. Блеск соединившихся патриаршего и монашеского трону. Язычники так именно себе и представляли будущую жизнь после смерти на небе. Мы были как на небе. Вот почему сегодняшние патриоты современного православия летуют против всего, что ведет к истинному православию. Их ненависть и нет предела. Они прибегают к самой грубой, к изощренной лжи, чтобы погасить свет правды. Они поносят люто всех, кто скажет об истине. Но будет еще суд Божий, где любовь к Богу, к слову Божию, выйдет на первое место. Тогда праведник с великим дерзновением станет предлецем тех, которые оскорбляли его и презирали к подвиге его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся в неожиданности спасения его. И, раскаившись и воздыхая от стесняния духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притче и поругании. Безумный, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончина его бесчестная. Как же он сопричислен к сынам Божьим и жеребия его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правдой не светит нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням. А пути Господня не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва. Быстротечная премудрость, пятая глава, с первого по девятый стихи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...